Как вы можете оценить результат сегодняшнего заседания по совхозу имени Ленина по Павлу Грудинину? Результат отвратительный, безусловно, поскольку было оставлено в силе незаконное решение нижестоящего суда. Теперь решение вступило в силу и будут забирать акции завода у Грудинина. Понятно, что, соответственно, денег у него нет, соответственно, будут арестовывать имущество на совхозе. Безусловно, власть таким образом обостряет ситуацию и несет ответственность за дальнейшее развитие событий. То есть они адекватно не оценивают, какие события могут дальше? Они рассчитывают, что все пройдет вот так гладко, потому что народ все терпит, и они рассчитывают, что народ дальше будет терпеть. Это их стратегия. Постепенно, постепенно мы живем все хуже, хуже, хуже. Мы это, как бы, да, периодические митинги бывают, но власть, видимо, вот именно такой нокаут более или менее устраивает. То, что она считает это для себя некритичным. Соответственно, видимо, рассчитывают пережить это так же, как и предыдущие. В каком случае власть может прислушаться к мнению народу, конкретно применительно к этой ситуации? Не только в случае огромной массовости. Это не только даже к этой ситуации, это к любой ситуации. Власть будет прислушиваться только в случае массового протеста. Все, других вариантов не осталось. Только массовый протест. И при этом не надо думать, что вот, возможно, сейчас кто-то сидит и думает, что ну я вот что один сделаю. На самом деле сделать все это возможно, получается. Я вот только что был на Пушкинской площади. Там бессрочка проходит уже против Путина. Люди встают постоянно с пикетами. Путин надоел. Вот я только что там фотографию сделал. Люди там ночуют уже. При мне приходили люди, которые не могли участвовать сами в пикетах. Ну, там по каким-то причинам, может, там работа не позволяла. Но они пошли в Макдональдс и купили тем еду. То есть все, это уже, оно да, кому-то кажется это смешным. Но вот оно так все начинается. Какие действия? Без этого никак. Мне кажется, завтра миллион человек на улице. Не будет этого. Либо так, либо терпеть. Какие действия полиции на Пушкинской площади? Пока, вот начиная прям с 1 июля, я бы сказал, что предельно корректно. Чем это можно объяснить? От тем, что они научились, в их плане научились работать. В том плане, что когда протест не выглядит опасным с силовой точки зрения, они, скажем так, отделываются тем, что выставляют автозаки. Как только протест будет опасен с силовой точки зрения, я думаю, что последует и задержание. Не боятся огласки, безусловно, не чувствуют накала недовольства в людях. И поэтому сейчас вот команда дана, что не задерживать на ровном месте, скажем так. Именно для того, чтобы не провоцировать людей. Есть ли вариант того, что они переписывают паспортные данные и в последующем могут наносить визиты? Конечно, есть. Безусловно, никто от этого не застрахован. Но я думаю, что это возможно в отношении депутатов, например, как было в отношении Екатерины Ингалычева, которую спровоцировали еще зимой. И вот судили в июне месяце. Но это депутаты. Как правило, в отношении активистов такое редко происходит. Ну, обычных жителей. То есть бьют по наиболее медийным, бьют по лидерам мнений, тем, кто на виду, чтобы таким образом обезглавить даже не то, что протест, а просто какое-то, скажем так, медийное сопровождение даже. Что является для власти маркером, когда для них становится опасной ситуацией? Это сложно мне, честно сказать, сейчас. Но очевидно, что там несанкционированные митинги, которые в тысячах будут измеряться, это, безусловно, уже для них маркер опасности. Именно в тысячах. На ваш взгляд, ожидаются такие митинги? Они неизбежны. Вопрос времени. Я не думаю, что они будут прямо сейчас, их будет много, но они будут однозначно осенью. Потому что осенью люди поймут, что с работой все плохо. Они поймут, что обнуление Путина не то, что ничего хорошего не принесло, оно принесло один вред. И кто-то почувствует себя обманутым, потому что есть действительно те, кто искренне голосовал за них. Да, есть такие люди. Не прям все там сфальсифицировано. Кого-то обманули русским языком, кого-то ценностями семей, кого-то ежегодной индексацией пенсии. Это все сработало, на самом деле, на многих, кто смотрит телевизор особенно. Таких у нас все еще миллионы людей, к сожалению. И эти люди, они скоро разочаруются. Часть их, по крайней мере. Даже сейчас вот интересные были данные по Гзитполам. То есть выходили, спрашивали, вы за Путина или против Путина в Москве? Разделение примерно 50 на 50 было. То есть вы за поправки или против поправки? И вот из тех, кто за поправки, спрашивали, а вы знаете, что вы поддерживаете поправку об обнулении Путина, об обнулении его президентских сроков? И люди даже не знали об этой поправке. И треть вот из тех, кто за, потом говорили, да зачем я тогда за проголосовал? Просто даже в силу того, что смотрят телевизор, они об этом не знают. И сейчас многие из них почувствуют себя обманутыми. Это тоже будет важный фактор. В связи с тем, что ряд регионов не поддержали поправки, вносимые государством, Путиным самим. Не считаете ли вы, что протест начнется с регионов? В регионах будут протесты. Но они будут иметь очень важное значение как отвлечение внимания, как отвлечение сил от Москвы. И для, скажем так, общего такого ободряющего фона. Но надо понимать, что вся политика делается в Москве, даже не в Питере. Безусловно, это плохо на самом деле для страны, для вообще порядка управления, потому что должно быть много центров, в которые люди стремятся. А когда все стремятся в Москву, страна пустеет. Это плохо для страны. Но эта власть создала такую систему моноцентричную. И, соответственно, власть сейчас сама будет за это отвечать. Потому что, да, будет ориентир на Москву, и многие люди протестовать в Москву поедут. По вашим оценкам, усилится ли давление на оппозицию? Да, ну и так постоянно усиливается. Тут даже вне зависимости от поправок. То есть нам, видите, протоколы составляют. На меня тут протокол был составлен. Но статья там помягче была. Нарушение режима полученной готовности за фотографию с картонной копией Ильи Азара. Которую даже не я принес. Кто-то принес, если не сфотографировался. За это мне, соответственно, административку приклеили. Но тут дело даже не в том. Это политика сейчас такая. Она уже на протяжении последних сколько? Ну, лет 6-7 точно, наверное, на это направлена. На ужесточение мер в отношении любых оппозиционных и свободомыслящих, скажем так, людей. Не только политическая позиция. Это касается и тех, кто там от свалки защищает свой город. Тех, кто там застройки не хочет у себя во дворе. Тех, кто против платных парковок. То есть вроде бы политики люди не касаются. Но в отношении них то же самое. Станешь с пикетом, можно административку получить. Можно не получить. И вот на усмотрение власти. Поэтому мы либо терпим все это во всех сферах. Сейчас вот последнее сообщение мне, одно из, скажем так, которое меня просто до глубины души потрясло, это то, что правительство Москвы решило экономить деньги на помощниках воспитателей. Теперь они сокращаются, будет во многих школах один помощник воспитателя на две группы. Это тоже политика. Это тоже. Вместо того, чтобы сократить расходы на бордюры, на никому не нужные парады, на вот эти разгон облаков, которые Собянин производит, вместо этого сокращают помощников воспитателей. Понимаете? Я почему про парады так уверенно говорю, что он был не нужен в этом году? Понятно, у нас парады традиционно проводятся 9 мая. В этом году проводили 24 июня, что было непонятно как бы людям, да? И даже большинство самих ветеранов по опросам, они были против этого. Евгений, что говорят в кулуарах Московской городской думы о вашей деятельности? Наверняка есть какие-то разговоры между депутатами. В целом, как-то меняется климат или нет? Или все так же ожесточенная идет борьба между КПРФ и, понятно, кем это, Единая Россия. Ну, борьба ожесточенная, но есть смены. Если даже мы посмотрим по голосованию на комиссии, которая была обсуждение нашего законопроекта об отмене пенсионной реформы, то мы увидим, что единороссы лишь одним голосом смогли преодолеть вот наше предложение. 6 на 5. Почему? Потому что справедливая Россия проголосовала вместе с нами. То есть там уже люди, которые даже когда-то были провластные, я индиевы, например, имею в виду, которые голосовал раньше больше за властью, они уже почувствовали, что ветер подул в другую сторону. Что народные массы уже все, отреклись от Единой России. А ветер подул в другую сторону, ваша оценка? Да, да. Это уже неизбежно. Это даже не то, что я там в соцсетях какие-то возмущенные сообщения получаю. Это все есть. Но я не профессиональный социолог. Я ориентируюсь на именно профессиональных. Сергей Белановский, вот один из наиболее авторитетных, он уже прогнозирует практически неизбежными протесты осенью. И, соответственно, основаниям ему не доверять нет, потому что он самым первым спрогнозировал протесты 2011 года. Поэтому кроме него еще много, на самом деле, социологов это все прогнозируют, это неизбежно. Сейчас люди устали. Сейчас кто-то на даче, кто-то ищет работу, надеется ее найти. Кто-то цепляется за старую работу там в отпуске без сохранения заработной платы, рассчитывают, что его как-то выведут. Ну, скоро произойдет глобальное разочарование в этом во всем. Я сейчас вот был в шоколаднице, мне говорят, заказы упали в разы. Знаете, в шоколаднице, в этой сети кофеин. То есть, понятно, что будут сокращения. Куда деваться бизнесу-то, откуда им? Выручка упала, соответственно, будут сокращать персонал. Куда идти официантам? И так в каждой сети будет, в каждой. Путин говорит, что ожидаются или обещают в очередной раз беспрецедентные меры поддержки бизнесу, предпринимателям, населения. Как вы считаете, насколько очередные обещания Путин имеют под собой хоть какую-то почву? Да врет он. И бизнес, то, что он будет поддерживать, ну, кого он будет? Своих друзей поддерживать. Ротенбергов, Виксельберга, Сичина с Миллером. Вот для него это бизнес. А то, что люди там торгуют чем-то там на ярмарке, да, овощами своими или магазинчик свой где-то открыт, парикмахерская, это для него не бизнес. Это вот мы для него насекомые просто. Понимаете? У него такое-то к нам отношение. Вот даже вспомните вот эту последнюю меру, иезуитскую, я считаю, которая якобы вот он решил на 2% поднять НДФЛ богатым, да, и эти деньги передать детям с какого года там? С 22-го года получается, да, с 21-го года они начнут платить, с 22-го года эти деньги якобы будут детям, у которых неизлечимые болезни, там, да, которых государство не может обеспечить. А до 22-го года сколько таких детей умрет? Ты сидишь на таком денежном мешке, 8 триллионов рублей, фонд национального благосостояния, ты знаешь, что у тебя дети умирают от трудноизлечимых болезней, да, без дорогостоящего лечения. Ты знаешь об этом, раз ты об этом говоришь. И что? Ничего. И ты говоришь, а потерпите еще полтора года, мы там какой-то налог ввели, который он надеется, что заработает, и который неизвестно, хватит, не хватит, мы никаких расчетов не услышали. То есть они вроде 60 миллиардов собираются собрать с этого налога. А хватит ли это, чтобы вот детям оплатить все это? Или мы будем смс-ками все-таки собирать дальше? Столько нефти, газа, золота, алмазов, а мы смс-ками собираем детям? Ну это позор просто. Очередной позор и вот очередной лицемерие. Что касается желания Путина остаться, все-таки оно на самом деле существует? Или он все же боится остаться именно хромой уткой, дабы обеспечить уважение к себе до окончания вот этого очередного срока? Либо есть или его окружение, которое будет его на подпорках поддерживать до тех пор, пока он будет в состоянии двигаться, там дышать? Слушайте, разные мнения существуют. Но с учетом того, что Путин, если вы посмотрите даже его выступление там 2000 года, там 99 года, да, увидите, что это совершенно другой человек. даже физически он поменялся. То есть если раньше вот он был такой немножко щупловатый, может быть, но естественный, сейчас вот он надутый чем-то, непонятно, и он оторвался от земли. И мне даже сложно сказать, чем он руководствуется при принятии таких решений. Мы действительно это вот можем только гадать. Какое бы это ни было решение, оно плохое. То есть в любом случае он хочет показать, что он любой ценой нами управляет. Ну, все-таки подозрение такое, что это направлено элитам больше, которые засомневались в нем, у которых дети на Западе, семьи на Западе, которым не нравятся вот эти персональные санкции Запада, они хотят ездить туда, а он тут воюет постоянно, и, соответственно, вот эти санкции им мешают. Видимо, он это почувствовал, вот решил показать, что я с народом. Но то, как он это показал, то, как это все было сфальсифицировано, грубо, нагло, что всем стало понятно, что никакой вот поддержки-то у него нет. И вот то, как они обманом тащили эти поправки, то есть говорили там о индексации пенсии, о животных, там о браке, о русском языке, а на самом деле протаскивали именно обнуление Путина, и сразу же после референдума этот его пресс-секретарь сказал, что это триумф Путина, вот оно лицемерие, вот она трусливость их, которая изначально была, они же боялись об этом, говорят, что они трусы, они лжецы, они обманули народ с этой конституцией. И они это понимают прекрасно. Сейчас кто бойкотировал, кто голосовал против, мы все в одной лодке сейчас. Сейчас есть конкретные вещи, есть, например, уведомление о митинге на 15 июля, есть бессрочка на Пушкинской. Понятно, там есть умное голосование, выборы, да, где мы это сам... Вот это те вещи, которые может делать каждый, причем уже здесь сейчас. Я, например, про бессрочку говорю, да. Люди приходят, и все, и просто делают свое дело, они не ждут, когда выйдут миллионы. Нет, им сейчас, они сейчас что-то делают, для того, чтобы показать, что есть несогласные с Путиным. Пойдет ли власть на то, чтобы разогнать бессрочку? Вполне возможно. Я не исключаю. Ну, как иначе? Что людям делать, которые не знают, как... Вот как еще показать все это? Есть информация о том, что депутаты инициативные группы неоднократно направляли в мэрию Москвы уведомления о проведении митингов и всякий раз получали отказ. Да, только КПРов порядка 10 отказов получил. По вашим оценкам, когда может московская власть дать согласие на первый согласованный митинг? Я думаю, уже не даст. Вообще. Вообще не даст. Не будет этого. Потому что любой митинг, он чреват для власти сейчас. На согласованный митинг вот реально могут прийти миллионы. И они, естественно, этого боятся. Поэтому не будет. Это надо принять. То есть, соответственно, вы для себя, все для себя должны принять решение. В условиях, когда не будет согласованных митингов, вы либо боитесь идти, куда-то выходить, да, и терпите все, что-то власть делает с вами. Ну, либо ищите варианты. В том числе, о которых я говорю. Я призывать просто ничему не могу и не буду. Это каждый сам для себя должен принять решение. Я говорю, я периодически выхожу на Пушкинскую площадь. Там всегда люди. Я планирую пойти 15 июля на митинг. Ну, я для себя вижу такой вариант. Для себя. Еще раз говорю, для остальных каждый сам принимает решение, чтобы не было у нас призывов, да, ни к чему. Что, на ваш взгляд, на сегодня может помешать объединению всех оппозиционных сил? Личные амбиции. Что, в общем-то, и мешало до этого. И в том числе, там, при создании, так называемого, координационного совета оппозиции. Вы помните, да, такая практика была. Сейчас, я думаю, что с учетом того, что ситуация в стране стала намного хуже, и, в общем-то, опыт появился, и оппозиционные лидеры, многие из тех, кто тогда был, они остались, они тоже определенные выводы для себя сделали. И хотя я там в тех событиях не участвовал тогда, да. Понятно, мы все это видели тоже, мы все понимаем, какие ошибки тогда были допущены. Поэтому сейчас все-таки шансов больше договориться. Каких-то координационных действий. Я, конечно, это тоже надеюсь. И считаю, что мы, левые силы, должны, во-первых, между собой координироваться, во-вторых, конечно, с либералами, хоть там с анархистами даже. Потому что враг один сейчас, да. Это действующий политический режим. И в борьбе с ним мы, безусловно, должны объединять свои усилия. Очень будет обидно, если кто-то из ведущих оппозиционеров будет придерживаться другой точки зрения. Что вы можете сказать вашим подписчикам? Спасибо большое за поддержку, за просмотры. Без вас, поверьте, вообще ничего не удастся сделать. Один депутат, даже двое, пятеро, десятеро депутатов ничего не смогут сделать абсолютно. Только вы двигатели нас, как наконечник копья. А древо вот это большое, это вы. А мы вот такой вот маленький наконечник, который пытается что-то пробить, именно потому, что ему помогают люди. Удастся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...